Все будет хорошо. Сейчас у русских начинается критическая ситуация. Вот у русских критическая ситуация начинается. Сегодня 1 октября. Сейчас мы с вами увидим, какие проблемы у них начнутся с боеприпасами. Мы же не случайно выносили склады, огромные боеприпасы. Ну, не случайно же. У них уже на фронте началась, Олеся, что? Экономия. Ну, мы встречались с очень большими военными нашими, да? Олеся, ну, расскажи по поводу боеприпасов. Как они стреляют уже, как они экономят? Ну, это не секрет, что если раньше, в начале большого вторжения, Украина воевала в первую очередь за счет меткости стрельбы, потому что на один наш удар, условно, статистика на разных участках была разная, но на один наш удар Россия отвечала 10 ударами. То есть, один боеприпас на 10, а на некоторых участках фронта и того больше. То сегодня это соотношение поменялось, кардинально поменялось. Они экономят боеприпасы, у них нехватка тяжелой техники. Вот конкретный дефицит, потому что Украина очень сильно постаралась, и украинские воины очень круто себя проявили, особенно в дроновых системах. И есть просто потрясающие примеры таких подразделений украинских, просто у которых американцы сегодня учатся. Вот просто приезжают... Не будем об этом дальше. Нет, мы не будем, но мы говорим как о явлении. Не будем рассказывать подробнее. И на сегодняшний момент, конечно же, Россия не от хорошей жизни свои штурмы стала проводить или пехотные, или мотоциклетные. На баги ездят. На китайских мотоциклах самых дешевых. Ну да. Идем дальше. Ребята, не все плохо, поверьте. Многое даже хорошо у нас. Ну, тут Путин подписал указ о призыве 133 тысяч срочников в России. Ну, при этом он подпишет указ о демобилизации срочников, которые сейчас служат. То есть это равноценная история. Значит, у Бориса Джонсона, как он сказал, мой большой друг Дмитрий Гордон. Вот у твоего большого друга Бориса Джонсона выходят мемуары, книга о воспоминаниях. Он же журналист. Да. А бывших журналистов, как мы знаем, не бывает. Он еще очень эмоциональный, эксцентричный, такой бешеный, в хорошем смысле слова, человек. Ты его уже называешь Борис. Ты его уже называешь Борис, он Борис. Вот так. Борис Джонсон. Борис наш украинский. Да, Борис Джонсон. Итак, эти мемуары, судя по всему, будут абсолютно сенсационными, потому что из тех отрывков, которые уже есть сейчас в публичном доступе, мы много чего узнали. Например, он пишет о том, что королева Елизавета болела раком костей и подробно описывает, как она мужественно боролась с болезнью, как она себя вела, что она делала, как у нее были сколоты вены синие от капельниц от уколов, но как она всегда улыбалась, и как эти встречи происходили, и как она буквально только на силе воли дотянула, чтобы передать, ну, в последний раз исполнить свои полномочия как королеве и передать власть от Джонсона к новоизбранной и так далее из трассы, ее как бы, да, ну, благословить на премьерство. Он пишет о том, как Макрон пытался наказать его за Брексит. Он пишет о том, как он хотел напасть на Нидерланды, по сути, хотел сделать военную операцию, чтобы добыть вакцину от ковида на одном из их предприятий. Но я тебе честно скажу, я уже жду выхода книги, потому что мне интересно, что же там еще будет. Там интересно по Украине будет. А в ваших встречах там ничего не будет написано, скажите? Не знаю, не знаю. Там будет очень интересно по Украине. Потому что Борис Джонсон, один из двух людей, которые сыграли из двух западных лидеров, я имею в виду. Ты решила отсоединиться? Борис Джонсон, один из двух западных лидеров. Мне стало страшно. Да. Один из двух западных лидеров, которые сыграли решающую роль в судьбе Украины. Это Джо Байден и Борис Джонсон. Я не случайно сказал Борису Джонсону, что в свое время в Киеве появится улица Джонсона. В благодарность за то, что он сделал, еще, я уверен, сделает для Украины. Поэтому, да, сказать ему есть что и немало. И уверен, что он это скажет. Друзья, те, кто подписан на Инстаграм Дмитрия Гордона, я, кстати, призываю тех, кто этого почему-то еще до сих пор не сделать, обязательно подписаться, потому что там Дима постит все для настроения. Вот у кого плохое настроение, смотришь Инстаграм, комментируешь, лайкаешь, и прям сразу повышается. В том числе ты любишь там всякие такие штучки из жизни паноптикума, в том числе вот такой российского шоу-бизнеса. Поэтому я хочу с тобой обсудить эпизод один. Зет-певец, как его называют, шаман, заявил, что патриотом России можно пользоваться айфон и ездить на немецких авто, так как создатели могли вдохновляться произведениями Чайковского или Достоевского. Оцени вообще гиганта мысли, как завернул, да, обосновал. Он рассказал в эфире у этого Корчевникова, который все время воровал твои видео, и ни разу не поставил он, не знаю, с какого года, вот он работает на телевидении, с того года он ворует твои программы, использует, замыливает, отрезает тебя, ни разу не сослался, и это, друзья, было, наверное, вот сколько я помню, года с 2016 или 2015. То есть чистый такой вот вор. Итак, он, этот шаман, заявил, что недоброжелатель указывает ему на то, что он пользуется американским смартфоном и катается на немецком авто. Главное – успеть накататься, ведь на днях шаман объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой. Именно Мартынова в прошлом пиарщица, а ныне вице-президент Мегафона, по данным СМИ, стоит за созданием его сценического образа, с ней же связывали его быстрый взлет. А я думала, вообще он голубой. А, ну хотя. Ранее шаману пришлось вернуть более 30 миллионов рублей в бюджеты Ставропольского края и Оренбургской области после отмены концертов. Минимум два выступления в рамках большого тура «Победа» сорвались в Нижнем Тагиле и Магнитогорске по причине низкой продажи билетов. С такими успехами, это я читаю уже комментарии из твоего же уже телеграм-канала Дмитрия Гордона, на который тоже надо подписаться, друзья. С такими успехами шаман на скрепную ладу скоро пересядет. Друзья, ну, во-первых, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Это лучший телеграм-канал Украины. Телеграм-канал Украины номер один, в котором вы увидите самые быстрые новости, самую лучшую аналитику. И я вам скажу, что вы можете не читать больше ничего, только телеграм-канал Дмитрий Гордон, и не ошибетесь, там все. Здорово, что когда все телеграм-каналы падают в подписки, а все падают, телеграм-канал Дмитрий Гордон растет. И это благодаря вам, спасибо вам, подпишитесь. Мы работаем душой и сердцем там. Что касается шамана, этот любитель русского даже свой сценический псевдоним написал английскими буквами. Безобразие, это не патриотично, я считаю. То, что он говорит про Чайковского и Достоевского, слушай, ну, это рассчитано на идиотов. Он сам не идиот, я уверен. Он циничная тварюка, которая делает деньги на том, на чем можно сделать деньги. Сегодня в тренде патриотизм, он делает деньги на патриотизм. Завтра в тренде будет что-то западное, он будет петь западное. И найдет слова для того, чтобы объяснить русским, почему он перешел с патриотизма на западное. Это артисты, это артисты. Не трогайте артистов, проституток и кучерев. Они служат всем властям, сказал когда-то адмирал Колчак. Ничего нового не происходит. Да, люди чистоплотные, которые берегут свою репутацию, которые не хотят испортить свой некролог, они в эту игру не играют. Они не стали зэд-артистами. Люди алчные, жадные и опустившиеся, они играют в эту игру. Ну, Лепс играет, вот смотри, в эту игру. Ну, ты посмотри на него, это уже какая-то развалина. Это совершенно опустившийся наркоман и алкоголик в одном лице. Выходящий на сцену, сморкающийся там, курящий на сцене, бросающий микрофонами в зрителей. Скоро он будет мочиться на сцене. До этого скоро дойдет. Может, какать будет на сцене, я не знаю. Зрители будут говорить, здорово, это к деньгам. Но это опустившиеся люди, это падаль. Вот эта падаль поддерживает зэд-патриотизм. Ну, флаг им в руки и транспарант в жопу. Понимаешь? Неком говорить даже. Шаман, Лепс, это все фу, отбросы. Это отбросы. Ни один уважающий себя человек даже руки подать им не может. Отбросы. И конец их будет весьма печальный, кстати. Весьма печальный. А Лепс на сцене умрет однажды от передоза. Этим закончится. Что касается... Да, так мы все обсудили. А что еще о ней говорить? Ущербные люди. Мы не обсудили еще Лукашенко. Литва передала в МУС документы для возбуждения дела против Лукашенко. Представители Министерства юстиции Литвы передали Международному уголовному суду запрос о начале расследования преступлений против человечности, совершаемым режимом Лукашенко, включая принудительную депортацию лиц, преследование и другие жестокие действия, противоречащие основным нормам международного права. Сообщает ЛРТ. Решение было принято после того, как Министерство юстиции Литвы оценило материалы, предоставленные оппозицией Беларуси о преступлениях режима против человечности, а также собрало достаточные доказательства из других источников. Ну, давай скажем, что МУС – это Международный уголовный суд в ГАГе, который выдал уже запрос на экстрадицию на привлечение к уголовной ответственности Владимира Путина. Поступят ли они так по отношению к Лукашенко? Я сомневаюсь. Объясню, почему. Потому что Лукашенко давно и прочно сотрудничает с Западом. Вы не смотрите на его риторику. Риторика его – это для Путина и для ядреного электората. А на самом деле Лукашенко больше всего думает о своей жизни и о сохранении своей власти. И понимает, что нужно дружить с Западом. И он с Западом дружит. А риторика – это риторика. Всего лишь. Больше ничего. Ну, так специфически он дружит с Западом, участвуя в войне против Украины. Ведь он там не и участвует конкретно. Мог бы участвовать намного хуже. Я исхожу из худшего. Но что-то его держит. И я знаю, что. Но не скажу. Не исключено, что то, о чем ты говоришь. И ты знаешь. И ты это знаешь. Знаю, конечно. Но есть еще факторы, кроме этих, есть еще и факторы объективные с точки зрения состояния в белорусской армии. Насколько они готовы будут идти умирать за Лукашенко и Путина. Насколько они готовы будут все идти и воевать с Украиной на украинской земле. Ну, тут много всяких моментов. Смотри. Это важный момент. Значит, однозначно сказать, что белорусская армия, насчитывающая 70 тысяч человек, не будет готова идти на украинскую территорию воевать с Украиной, я не могу. Да, но-то вроде как. Белорусы с украинцами. Как? Ну, русские то отбитые черти, то понятно. Но белорусы с украинцами. Как? Но это же люди приказа. Это армия. Если отдадут приказ, может, и пойдут. Мы не знаем этого. Но, с другой стороны, понятно, что если они вдруг пойдут, они получат сильно по зубам. И украинская армия совершит быстрый марш-бросок в Минск. И даст возможность белорусскому народу уже навсегда сбросить иго этого картофельного фюрера. Да, он это понимает хорошо. Он умный. Картофан. Власти Франции не отказались от идеи отправки войск в Украину. Президент Макрон говорил, что мы не должны ничего исключать, и это остается в силе. В частности, мы должны рассмотреть возможность проведения учебных миссий. Запад должен прекратить навязывать Украине красные линии, потому что ограничения ослабляют обороноспособность Украины, ставя таким образом под угрозу и безопасность Европы. Ну, вот вроде здравые голоса звучат. А где же действия? Когда действия будут? Когда понадобятся, тогда будут и действия. А не понадобится, не будет действия. Да все будет хорошо. 5 ноября проснемся в новой реальности. Все. Кстати, по поводу 5 ноября... Осталось-то немного. Ну, потерпите чуть-чуть. По поводу 5 ноября. Ты до этого говорил, что ты считаешь, что победит Камала Харрис. Ты сейчас так же думаешь? Да, я так же думаю. Я считаю, что победит Камала Харрис. Олеся решила отключиться. Ну, на той прямой эфир, что хочет включается, хочет отключается. Да, я считаю, что победит Камала Харрис. Ты, чтобы не слышать, этого отключилось или как? Что произошло? Может ли победит Дональд Трамп? Я не исключаю такого. Я не категоричен. Только Харрис. Да, мое мнение, победит Харрис. Может ли победить Трамп? Ну, теоретически, да. Мы не знаем, что может произойти на этом коротком отрезке с 1 октября по 5 ноября. Потому что самое интересное в американской политике будет происходить именно в это время. Весь слив компромата, если он есть, будет происходить именно в это время. Поэтому все во внимании. А я знаю, что произойдет. Вот сегодня ночью произойдет. В США пройдут новые дебаты. В этот раз между кандидатами в вице-президенты. Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс и демократический губернатор Миннесоты Тим Уолтс ночью встретятся на дебатах перед ноябрьскими президентскими выборами. Дебаты стартуют около 5 часов утра по Киеву, друзья. У кого будет бессонница или, не дай бог, если опять будут шахеды и не будем спать, то как раз можно посмотреть. Дебаты будут длиться 90 минут. На CBS News пройдут теледебаты. И что интересно, в отличие от президентских дебатов, ну, кандидатов в президенты Харриса и Трампа, на этих дебатах микрофоны между дебатируемыми не будут выключаться в тот момент, когда говорит оппонент. Поэтому, учитывая темперамент Вэнса, который по стилистике Трамп только еще с большей энергией и, может быть, хамством, я думаю, что эти дебаты обещают быть ярким зрелищем. Друзья, надо посмотреть обязательно. Ну и, естественно, я уверена, что тема Украины будет там подниматься не один раз. Ну, послушаем. Дима, ты что ждешь от дебата вот этих? Ничего особенного не жду. Ничего особенного. Я не думаю, что это будет каким-то решающим фактором при определении американцами, за кого они будут голосовать. Посмотрим. Подожди, я смотреть дебаты не буду. Сразу тебе скажу. Я почитаю выжимки. Вот, потому что явно они будут говорить, претенденты на пост госсекретаря об Украине. И, конечно, мне интересно, что кто скажет. Что уже говорил Вэнс, я слышал. Лучше бы мои уши не потребляли эту информацию. Мне это не понравилось. Но кто я такой, чтобы об этом рассуждать? Это американские граждане будут выбирать себе президента и вице-президента. Продолжение следует...